Все ближе и ближе к нам 10 этап чемпионата в классе гонок Формулы 1 на Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне, он же Серебряный Камень, где пройдет впервые в истории Формулы 1 экспериментальный формат квалификации, а именно квалификационная гонка после традиционной квалификации, которая состоится накануне. Уважаемые любители автоспорта, вы на превью Гран-при Великобритании на канале F1 Stelsic. Я рад приветствовать вас. Сегодня мы поговорим, как всегда, про историю этапа, про ее победителей, немножко окунемся в статистику, дадим прогнозы по исходу данного уикенда, а также, естественно, обсудим новый квалификационный формат. Ну а для того, чтобы всегда оставаться в курсе событий про Формулу 1, не скупись, подпишись на канал, а также поставь лайкос, это улучшает карму и мотивирует автора делать новые ролики. Если говорить о трассе в Сильверстоуне, то это, конечно же, история, потому что ни один чемпионат мира не обошелся без Гран-при Великобритании, а с 1987 года соревнования проводятся исключительно на трассе в Сильверстоуне. Естественно, конфигурация трассы в свое время претерпевала изменения, и мне, в принципе, нравилась ее конфигурация 90-х конца начала 2000-х. Но, к сожалению или к счастью, конфигурация такая, какая она есть в современном ее исполнении, и именно по ней гоняются пилоты Формулы 1. Рекордсменом по победам является Льюис Хэмилтон, действующий чемпион мира. Их у него аж 7 штук, и, может быть, 8-я. В этом случае он сравняется по этому показателю побед на одной трассе с самим же собой. Это Венгрия, только 8 побед, и с Михаилом Шумахером на Гран-при Франции. Там также 8 побед. Также из действующих пилотов по 2 победы есть у Фернандо Алонсо и у Себастьяна Феттеля. Что касается команд, то здесь доминирует Феррари с 17 победами, на 3 победы меньше у Макларен и 10 побед у Вильямса. А сейчас мы переходим к рубрике «Слухи». Это байки и какие-то домыслы фанатов, желтые прессы о том, что творится в Формуле 1. И первое из них это то, что уже на Гран-при Великобритании должны подписать Джорджа Рассела в Мерседес на 2022 год, а Валтери Боттес займет место либо в Вильямсе, либо перейдет в Альфа Ромео. Но это одна точка зрения некоторых респондентов. Другие же, наоборот, утверждают, что Валтери Боттеса не будут сейчас как бы не подписывать для того, чтобы не ломать ему мотивацию. И так он выступает блекло. А так, мол, едь на все деньги и доказывай, что ты достоин места в команде. Но на самом деле ход мыслей. Наверное, у Мерседес правильно. Вот в Red Bull рискнули, поменяли на Серхио Переса. И, наверное, Мерседес нужно что-то менять, потому что Льюис Хэмилтон не вечен, а нужно взрастить гонщика, который будет в будущем, возможно, бороться за титул, за серебряных стрел. И Валтери Боттес явно не тянет на эту роль. Особенно, когда Red Bull и Мерседес примерно в этом сезоне у нас равны. Сразу же проявляется в очень хорошей форме, когда нет команды доминатора. Ху-ис-ху. Другой слух относится к Серхио Пересу. Месси Ханец якобы уже предварительно обсуждает на следующий год контракт с Red Bull. Его вроде как хотят продлять, но Red Bull наставит на однолетнем соглашении, а Серхио пытается выбить себе двухлетний контракт. В принципе, в целом, наверное, он выступает лучше с предшественников. И это логичный шаг как для команды, так и для Чеку. Ну а теперь возвращаемся к Гран-при Великобритании. И, естественно, освежим в памяти то, что на трассе в Сервистоуне прошли две гонки в прошлом году. Из-за пандемии, из-за того, что чемпионат у нас начался только летом, было принято решение вот такое. Две гонки в Австрии, две гонки в Великобритании, ну и так далее. Да, там на Сахире было, но по разным конфигурациям. Но, тем не менее, одну из них выиграл Льюис Хэмилтон на трех колесах, если вы помните, а другую Макс Ферстаппен. В целом, я ожидаю, на самом деле, плотной борьбы между Рэдбулом и Мерседесом. А также, я думаю, что Феррари, неплохо выступившая в прошлом году в обеих гонках усилиями Шарли Леклера. В принципе, я думаю, что в этом уикенд Феррари обязательно поборется с Маклардом, чего не было уже там пару буквально гонок. Но форму Даниэля Риккарда я, конечно же, здесь не учитываю, потому что Ландо Норрис выжимает из машины явно больше. И можно сказать, что все, все, что может. Ну и позади, конечно, и Гасли может преподнести сюрприз, и Стролл с Феталями, Алонсо, конечно же. Поэтому достаточно интересная, я думаю, гонка. Но вот уикенд в Австрии для меня лично показал, когда вот сейчас тоже провели две гонки на одной трассе. Хорошо, что только у нас одна гонка на Сильверстоуне, потому что получается, что таким образом гонка становится особенной. А когда у нас получается повтор и уже предсказуемость какая-то, хотя и шины разные, но в любом случае было как-то уже скучно, наверное, на вторую гонку в Австрии. И поэтому хорошо, что пока у нас Сильверстоун только один запланирован. Ну и теперь давайте обсудим формат, который нам предлагает на уикенд в Сильверстоуне. В пятницу практика и обычная квалификация, к которой мы привыкли, но она будет по времени смещена к вечеру для того, чтобы большее количество людей могли ее посмотреть. Потому что пятница считается рабочим днем. В субботу нас ждет также одна практика и квалификационная гонка, стартовая решетка, которая будет формироваться по итогам накануне прошедшей в пятницу квалификации. Сама квалификационная гонка должна длиться около 30 минут. По меркам трассы в Сильверстоуне это будет что-то около 17 кругов. Ну а в квалификации в самой, которая пройдет в пятницу, нас лишают интриги более жестких шин, когда пытались некоторые пилоты из Q2 пройти в сегмент 3. Сейчас же выходит, что каждый пилот будет выбирать шины в произвольном порядке, на которых будет стартовать. А в самой квалификации будут использоваться только самые мягкие комплекты шин. Еще одна новинка квалификационной гонки будет то, что первой тройке начисли тачки первому месту 3, второму 2 и третьему месту по одному баллу в личный зачет и в кубок конструкторов. Что тоже достаточно само по себе вносит какую-то интригу. Ну и на этой оптимистической ноте пожелаю всем интересного уикенда и до новых встреч на канале F1 Stelsic. Надеюсь было интересно. До новых встреч!